Не исключено полетят ли российские самолеты в Венесуэлу 27 декабря 2018 года газета Не исключено, полетят ли российские самолеты в Венесуэлу Ту-160 Источник изображения В Москве не исключили новые полеты военных самолетов РФ в Венесуэлу Новые полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу не исключены но речь о создании российской военной базы в стране идти не может, заявил посол России в этой стране Владимир Заемский. Он также обратил внимание, что возмущение недавним визитом в Венесуэлу российских военных самолетов исходит исключительно от недоброжелателей венесуэльского правительства. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский не исключил новые полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в эту страну. В ходе российско-венесуэльского взаимодействия на этом направлении, разумеется, не исключаются подобные мероприятия и в будущем, причем, как и прежде, в полном соответствии с международными нормами, подчеркнул он. По его словам, возмущение визитом российских военных самолетов в Венесуэлу исходит исключительно от недоброжелателей венесуэльского правительства. Алармистский характер происходящему придали те, кто по каким-то причинам не желает дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Венесуэлой, считает Заемский. В то же время он назвал чисто воды домыслами информацию о якобы ведущихся переговорах по созданию российской военной базы на территории Венесуэлы. Для понимания ситуации отмечу лишь, что запрет на какие-либо иностранные военные базы закреплен в действующей конституции Венесуэлы, приводят его слова ФАН. В декабре ТУ-160 в сопровождении тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и дальнемагистрального самолета ИЛ-62 военно-космических сил РФ приземлились в международном аэропорту столицы Венесуэлы. Они пролетали над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также островами Вест-Индии в Карибском море. В Минобороны и РФ обратили внимание, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские летчики преодолели более 10 тысяч КАЭМ. Самолеты пробыли в Венесуэле 4 дня. 14 декабря в Минобороны и РФ сообщили, что совершившие перелет в Венесуэлу летчики ВКС начали подготовку к возвращению на российские аэродромы. В пресс-службе ведомства уточнили, что главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил перед летчиками задачу организовать и выполнить перелет к местам постоянного базирования. 15 декабря видео их возвращения в Россию опубликовал телеканал «Звезда». Надо сказать, визит российских самолетов в Венесуэлу наделал много шума. В частности, на это обратили внимание и в США. Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер заявил радиостанции «Асиэн», что самолеты-ракетоносцы Ту-160 ВКС России не представляют собой угрозы, потому что были построены еще в 1980-х годах и давно устарели. Эти самолеты такие старые, что не могут быть провокацией. Это же музейные экспонаты. Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками есть какое-то послание, считает он. По его словам, Соединенные Штаты пристально следили за пребывающими в Венесуэле российскими военнослужащими и техникой. Издание «The Washington Examiner» отмечает, что любые операции США, направленные против российских и венесуэльских самолетов, сыграют на руку Москве и Каракасу, подарив им почву для пропаганды. В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил Фан, что миссию Ту-160 можно рассматривать как демонстрацию российским военным ведомствам открытости к международному военному сотрудничеству. Это был и дружественный визит в страну, с которой у РФ налажено военно-техническое сотрудничество, и поддержка правительства Венесуэлы, которая ведет непростую борьбу с северным соседом, США. Газета «Ре» через Карибское море, пытающимся вмешаться во внутренние дела. Это демонстрации южным странам Латинской Америки, что РФ открыто для сотрудничества, в том числе военно-технического, считает он. По его мнению, дальний перелет Ту-160 стал также проверкой самолетов в условиях влажного воздуха, высоких температур и уровня подготовки экипажа, и все эти задачи российское оборонное ведомство выполнило отлично. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, в классификации НАТО «Блэк Джек», был разработан в ОКТУ «Полила» в 1970-х годах. Первый полет он осуществил в 1981 году, а эксплуатация самолета советскими ВВС началась в 1987 году. Ту-160 выпускается до сих пор. В ноябре 2017 года в Казани был продемонстрирован опытный образец модифицированного бомбардировщика. Свой первый полет он совершил в январе 2018 года. Первое боевое применение Ту-160 ВКС России состоялось в ходе сирийской кампании. В конце осени 2015 года звено «Белых лебедей» наносило удары крылатыми ракетами воздух-земля по позициям террористов Исламского государства. Организация запрещена в России. Лидия Мясник 26.12.2018 Право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.